Привет, привет, привет. С вами канал Лазаревская Форевер. Вот он, право. И с вами любимые форевушки Елена и Владимир. И мы сегодня в новый день опять идем с вами путешествовать. Айда с нами. Айда. Сегодня 17 мая, прекрасный солнечный день. И мы хотим прогуляться в сторону речки. Готов вы пойти на речку? Очень солнце яркое. Очень яркое сегодня солнце. По летнему тепло. В общем, выходим. Нам все пишут очень много. Ходим, да, ребята? Мы любим гулять, любим ходить. Чтобы вы понимали, бывает у нас до 27-30 тысяч шагов в день. Некоторые любят лежать на диванах. Ну, а мы любим гулять, ходить, путешествовать. Мы всегда в движении. Да, движение – это жизнь. Мы вышли на улицу Партизанскую. И хотим вам показать здесь новые остановки. Схема маршрутов транспорта общего пользования. Здесь есть время автобусов. Есть все маршруты, куда, на какого можно уехать. Очень удобно. Давайте поближе вам покажу. Ставьте на паузу, смотрите. Очень удобные скамеечки сделали. Вот уже запачкали. Дождик будет помоется. Стекло. От ветра защита. От дождя защита. Вот такая крыша. Остановка стоматология. Мы живем. У нас рядом есть магнит. Магнит у дома. И мы сейчас дождемся автобуса. И поедем, скорее всего, что до конечной. На автобусе, потому что надо сэкономить сегодня время. Нам надо посмотреть место, где можно пожарить шашлыки. Я думаю, что мы его найдем. Остановки все еще. Вот, смотрите, что увидел. Здесь, оказывается, есть батарейка нарисована. Вот такие USB штучки. На 1,2 ампера. Да. В общем, можно заряжать. Вот эти, кстати, резиновые. Можно заряжать гаджеты свои. В принципе, здорово сделано. Пока сидишь, ждешь автобус, уже можно и подзарядиться. Еще покажу вот такие урны. Раздельные. Здесь можно собирать стекло, пластик и бумагу. В различные урны. В общем, все улучшается в Лазаревском, Сочи. Ставьте лайкосики, кому нравится. Деревья вам покажу. Смотрите здесь, какое разнообразие деревьев. Мы едем на 69-м автобусе. До конечной остановки прокатимся с вами. Мы приехали до конечной остановки. Остановка называется Дом ветеранов. Автобус 69. Вот он, Дом ветеранов Малышева 5. Здесь, кстати, появился новый магазин. И инструмент, кому надо. Ну, а мы с вами идем в сторону речки. Очень много летет разных растений. Шелтенькие, красненькие цветочки. Сейчас все увидим. Идем, оделись тепло. Вообще, я делал толстовку. Думал, что ветер будет сильный, холодно. Я одела такую тоненькую кофточку, но уже жарко. Сейчас, наверное, будем раздеваться. Нам нравится этот район. Такой тихий, спокойный. Здесь есть кафе Ривер. Мы хотим тоже сюда как-нибудь сходить. Получится, не получится. Вижу пасхальные яйца. Новая набережная. Мы здесь еще не гуляли по новой набережной. Мы были в октябре. И здесь было все недостроено еще. Видим, что очень много лавочек сделали. Красиво. Горы очень нравятся. Выходим к речке. Здесь вот такой бурелом. В том году вот это вот, типа как асфальтировали, не бетонировали. Но речка взяла свое. Да. Я думаю, здесь ничего не получится. Речка всегда же меняет свои направления. Вернее, как сказать, вот эти русла. То там ближе к лесу бежит, то здесь бежит. После каждого потопа здесь что-то меняется. Ну, прогуляемся. Посмотрим, что здесь нового. Малышево 5. Мне очень тоже нравится этот дом. Он здесь был самый первый дом ветеранов. А потом уже начали строить другие дома по Малышево. Вот. Христос воскрес. Все еще не убрали с Пасхи. Возможно, их тут и оставят. Три яйца такие вот с цветочками. Крашеные яйца. Они, кстати, как будто бы металлические или эмалированные. Необычно так смотрятся. Так, сейчас вам покажем набережную. Здесь поставили символ Олимпиады 14-го года. В этом году 10 лет, как у нас была Олимпиада. Можно сказать, юбилей. Солнышко припекает. Солнышке даже очень жарко. Давайте посмотрим на вот эти символы. Я думала, они старые, еще с 14-го года. Нет. Вот, друзья, новые. Новые сделали такие фигуры. Зайчик новенький. Еще такое все чистенькое, новенькое. Без всяких царапин, травм. Привет, Мишка. Дай пять. Здорово, конечно, сделано. Надо будет обязательно сфотографироваться здесь. Такие вот деревянные помосты сделаны. Может, типа сцены что-то это. Лавочек очень много. Лавочки направлены как раз по солнцу. Можно приходить, загорать. Особенно, кто вот в этом доме живет, здесь вообще милое дело выйти. Выйти, погулять, подышать воздухом. Довольно быстро сделали. В реке очень чистая, прозрачная вода. Очень чистая. Мы сейчас прогуляемся до моста подвесного. Пока выключусь и включусь уже рядом с мостом. Дошли до первого спуска. Здесь сделали вот такие ворота, чтобы, видимо, не ходили, не гуляли по речке. Чтоб шашлыков не жарили. Но при желании, мне кажется, можно через них и перелезть. Тут у тебя вот есть открывалка. Да? Да, они не заперты. Можно спуститься. Идем, смотрим. Кстати, вот этот парапет, его увеличили в высоту. Он теперь очень высокий. Если мы раньше через него перелазили, то сейчас как-то проблематично будет перелезть. Наверное, специально сделали, чтобы не лазим там. Хотя бывает такое, что речка поднимается и до такого уровня. Это же горная река. Она непредсказуемая. Вдоль речки мы прошли с вами до подвесного моста. Сейчас попробуем, может быть, даже на него зайти. Мне очень нравится вода в речке. Такая прозрачная, чистая. Это то есть, что дождей не было давно. Место, конечно, здесь тоже шикарное. Посмотрели места. Да, здесь люди жарят шашлыки. Только спускаться. Вот видите, как придется. По бетонке такой. Вот он, подвесной мост. Шатающийся. Домик интересный. Собака, осторожно, написано. Какая-то вагонка, да? Люди здесь живут, видимо. Так, понимаю. Тут сад, огород из камней. Камушки помечены красными ромбиками. Что это такое? Может, кто-то знает? Или это будка собачья? Там собака нарисована, бульдог. Ну, вот человек что-то там делает в своем огороде. Очень интересно. Может, он мост охраняет? Может, это такая будка староживая? Давайте попробуем на мост зайти. Ступени я вам показываю. Вот такие страшноватенько, если честно. Все шатается. Ой, прям вообще шатается. Должен, наверное, не рискнуть туда дальше идти. Прямо, знаете, досочки такие хлипкие. Давайте я вам пошатаю, может, чтобы вы посмотрели. И вот такой вид. Ну что, дошли мы с вами и до мостика этого. Прогуляться я что-то не рискну. А ты, Вова? До риха. Не, я не рискну. Ну, давайте, Вова пойдет, я его сниму лучше. У нас Вова бесстрашный. Решил прогуляться по мосту. Он идет, а мост так расшатывается. Кстати, один столбик вон погнулся. Может, ветром его погнуло. Ну ладно, Вова, хватит. Уже разворачивайся. Разворачивайся, помахай. Сейчас зафотографируемся здесь и пойдем с вами в обратную сторону. Видите, как шатается мост, когда Вова вот идет. А то я ему еще шатаю немножко, чтобы ему было пострашнее. Страшно тебе? Не страшно? А мне страшно, даже здесь. Ну как? Идешь на полусогнутых, и ничего нигде не качается. Вот это вообще загадка даже. Виды здесь шикарные, с этого моста. Что в эту сторону, что в эту сторону. Горы, облака сегодня. Ну и от вот этого подвесного моста мы идем в обратный путь. Посмотрим, что еще там есть интересного вдоль речки. Вот так, ребята, мы идем. У Лены рюкзак. И посмотрите, у ней сзади в рюкзаке что просвечивает. А у ней сзади вот такие корма для хвостиков. Их сразу видно. Всегда они у нас с собой. Огромное спасибо всем за поддержку местных хвостиков. А у речки, ребята, рядышком. Здесь детская площадка, такая необычная. Сейчас подойдем, посмотрим, правда, через забор. Смотрите, в виде самолета горки сделаны, лазерки. Вот там вдалеке ракета. Здесь подводная лодка Акула называется. Это вот я не понимаю, что... Ну это тоже что-то такое интересное. Очень интересная детская площадка. ВВС России написано на самолете. Пока никого нету, потому что утро. Все еще, возможно, спят. Сегодня, кстати, пятница. Сегодня, возможно, в детских садах дети. Тут недалеко детский сад очень большой. Скорее всего, что детишки в основном там. Очень красивый район. Мне очень нравится. Я бы здесь жила. Именно на речке. Даже не на море, а вот именно здесь в тишине. Здесь тоже шум реки. Свежий воздух. Идем возле Малышева 5. Вот такие кольца. Давайте с вами покачаемся на них. Вова у нас там ушел вперед куда-то. Ему это неинтересно. А мне вот интересно покачаться на таком колечке. Опа! Здорово! Вот такое же колечко я на него села. И мы с вами качаемся. С видом на горы. Вообще здорово! В нашем детстве не было таких качелей. Сейчас есть все. Все доступно. Все бесплатно здесь. В общем, приезжайте, кайфуйте. Сейчас пойдем с вами еще немного прогуляться. Вот с этими фигурами сейчас сфотографируюсь. С олимпийскими. Все их помнят. Рысь, зайчик и медвежонок. Наши олимпийские герои. Сейчас сфотографируюсь. Вова не хочет сфотографироваться. Он там ушел. Он коротышки вам пилит. Я люблю кайфовать, фотографироваться. Я сфотографировалась с этими объектами. И идем дальше. Вова отдыхает на лавочке. Такие коречки. Давайте еще раз посидим на таком коречке. Так здорово в нем качаться. Цепочка. Можно просто раскручиваться. С таким видом просто покайфовать. Ножки отдыхают. Ножками болтаешь. Миката сейчас в каждом городе такие коречки сделаны. Но здесь они пока новые, чистые, не сломанные. Очень красивое небо, облака, зелень. Кайфуем. Кайфуем. И мы решили прогуляться вдоль набережной еще подальше. Ривер. Надо как-то сюда тоже зайти. Мы здесь один раз были. Нам очень понравилось. Было очень здорово. Мы были на дне рождения у подруги. Надо повторить будет. Шашляки здесь тоже очень вкусные в ривере. На набережной высадили уже цветочки. Я думаю, к лету их будет еще больше. Лавок очень много. Здорово. Что здесь можно, допустим, вечером прийти, посидеть на лавочке. Отдохнуть, подышать воздухом. Мы доходим где-то до середины набережной. Смотрите, новый дом построили. В октябре мы здесь были. Здесь ничего еще не было. Даже еще никакого начала. А сейчас уже прошло буквально 6 месяцев. Вот такой красивый дом. Многоэтажный. Уже там детская площадка видно. Забором огороженный. Я думаю, тоже место хорошее. У речки. Дорогу, кстати, здесь сделали. Вот там, где люди идут. Мы ходили. В октябре здесь еще камни были. Непонятно что. В общем, очень даже нравится, что здесь теперь комфортно гулять. Проходим мимо вот такого красивого отеля. Смотрите, какие там яркие розы. И чайные, и ярко-бордовые. Вот тут сделана велодорожка. Гоняют на самокатах, велосипедах. Все здорово. Ну, а здесь пешеходная часть. Правда, здесь вот мужчина один тоже проехал по этой дорожке. Чуть не задавил нас. Хотя все разделено. Те, кто понимает, те вот едут именно по дорожке. Еще раз покажем вам речку. Она сегодня не бурная. Спокойная, чистая. И сейчас мы свернем в сторону рынка. Кстати, здесь указатели. Спортивная площадка, зона отдыха, полиция, детская площадка, туалет. Все здесь есть. Вот такой вид еще покажем. Ну и пойдемте с вами в сторону рынка прогуляемся. От речки мы свернули. Я не знаю, как эта улица называется. Хочу вам показать вот такой куст розовый. Просто обалденно. Розы еще будут распускаться. Бутонов очень много. Но он уже шикарно смотрится. Цветов огромное количество. Я никогда не видела столько роз одновременно. Ставьте лайкосики такому кусту. Я просто в шоке. Так вот вам стараюсь показать. Все цветочки. Здесь тоже, видите, бутоны. То есть еще раз пустит вот такой вот прямо кустик. А мы идем прямо. Мы идем в сторону рынка за мясом. Мы идем по улице Победы. 2-14. Представляете, какой адрес. Сдаются номера. Я покажу вам на всякий случай телефоны. Вдруг вам надо. Дом шикарный. Мы дошли до сочинских ярмарок. Но раньше это был рынок Астр назывался. Возьмем сейчас мясо уже маринованного. Ну и жарить будем шашлыки. Посмотрите, где уже в следующем видео. Спасибо, что досмотрели это наше видео до конца. Спасибо, что были с нами. Все красавчики, кто вас сделал. Спасибо за лайкосики, за комментарии, за поддержку. Огромное всем спасибо. Ну и в следующем видео мы с вами уже будем жарить шашлыки. Где? Вы увидите. Это секрет пока. А мясо мы возьмем вот здесь. Сегодня мы попрощаемся. Всем мирного неба. Всем удачи. Всем здоровья. Всем пока-пока-пока.